Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, всем, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Представляете, как сейчас приятно вот столько солнца получать тем, кто живет на верхних этажах вот этого замечательного дома, которое сейчас просто умывается в лучах солнца. Хотя, я вам хочу сказать, ночью был дождик, и сейчас температура воздуха к вечеру, днем было около 9-10, сейчас 8, 8 градусов тепла. И да, все-таки чувствуется уже весна. Весна вовсю идет, и даже выходишь утречком, птички поют. И это невероятно приятно. Конечно, радость, сразу идет радость. Сегодня, знаете, сегодня я читала псалом хвалебный, 99-й. Так что, кому интересно, это изумительный псалом, чтобы восхвалить Господа Бога. Он очень коротенький, но настолько приятный. В конце я его обязательно прочитаю. И псалом 32-й. Там такие слова есть. «Радуйтесь в Господе, о, вы праведные». Да, вы праведные, то есть те, кто находится в правильном положении пред Богом. Сейчас мне скажут, а ты правильная? Никто не знает. Одному Богу известно, кто правильный, а кто нет. И никто не может говорить, я праведник. Нет. Но стремимся к этому. И вот просто кто считает себя праведным, радуйтесь. Вот что самое главное. Не расстраивайтесь, не вешайте нос, написано. Это священное писание. Написано «Радуйтесь, ибо хвала прилично и уместно для тех, чье сердце праведно». Это для тех, кто вот пишет, ой, вас там хвалят, хвалят. А вы же не знаете, сколько меня бронят. Я просто эту брань всю удаляю. А сколько писем приходит... Может быть, вас это порадует? А сколько писем плохих приходит ко мне на личку. Я просто перестала внизу опубликовывать свой e-mail. Заметьте, вот раньше он был внизу, а теперь ничего нет. Только ссылочки на какие-то очень интересные видео. И всё. Почему это произошло? Вы не задумывались? Даже мне написали... Одна моя интернет-подписчица, очень хорошая девочка, очень хорошая девочка, Людмила. Она мне написала «А зачем ты идёшь на поводу и убираешь? А зачем ты то? А зачем?» А я говорю «Людочка, если ты хочешь, у неё тоже есть канал. Ты можешь не убирать сообщения гадостные. Но я вижу, как они даже на тебя действуют. Я это вижу. У меня этого нет в течение многих лет и не будет. Да, это колоссальный труд моего редактора, это колоссальный труд мой. Но это так было, если мы уже втянулись. И так и будет. Никакой грязи, раздора, в том числе межнациональных конфликтов и так далее. Ничего этого не будет. Поэтому Псалом 32. «Радуйтесь в Господе, о вы и праведные, ибо хвала прилично и уместно для тех, чьё сердце праведно». Ещё раз Псалом 32, стих 1. А Псалом 99 вообще. «Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием, познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек и истина Его в рот и рот». Вот такой коротенький Псалом 99. Вот даже те, кто не читал Псалмы, сейчас приобщились к Священному Писанию. Мне нравятся Псалмы, потому что они есть везде. Это есть в Библии, а Библия – это часть Торы. Это есть в Торе. Это есть в Коране Псалмы Давида. Давид есть, Дауд. Это есть везде, понимаете? И таким образом это захватывает всех, и, конечно, сердца всех верующих радуются в радости. Вот это мне нравится. На это я делаю акцент. Хвала, согласно Слову Божьему, она является самой уместной и подобающей вещью, которую вы можете делать. Вы такую вещь ведь можете всегда и везде делать, хвалить Бога, как, если вы верующий, как верующий делаете эту вещь под названием хвалу. Это же просто. Это вот ещё один из простых инструментов, которые вы можете подправить. То есть делать хвалу. Вот вы слышали, ведь часто говорят, хвала Богу, хвала Всевышнему, хвала Всемогущему. И тогда это очень правильно. Так знают и делают верующие. Хвалу. Так написано в Псалме 32. Так написано в Псалме, который сегодня я вам зачитала полностью в 99. Хвала. Но хочу предупредить, что ваше представление об уместной хвале может совершенно не соответствовать Божьему представлению о ней. Он призывает к радостной и свободной хвале. И иногда она может быть очень громкой. Иногда в радости люди, я вот видела верующих, которые в такой радости, они просто ликовали. Вы скажете, ну каждый по-разному. Ну по-разному. А в Библии я читаю, на инструментах воскликните. Я читаю вот такие слова. Вот такие слова. И знаете, я стараюсь действовать вот так. Как написано, это же алгоритм действий. Он прописан в Библии. И вот по этому алгоритму я провозглашаю в доме, в своей семье и на свою интернет-семью. Это все те, кто подписан. Я провозглашаю. И как видите, если какое-то заболевание или что затрагивает, ну мы же все живые, или с какой-то стороны впустили дорогу без, то они немедленно, в очень короткий срок отходят от моей семьи и от всей интернет-семьи. Я это уже заметила. Даже по тем свидетельствам, что мне пишут. Значит, в правильном направлении. И я не сомневаюсь, дело в том, что для меня четкий алгоритм это алгоритм Бога. Это он прописан и указан в слове, которое я изучаю изо дня в день. Казалось бы, вот так вот изучить 99-й Псалом, что там его изучать? Ну я его изучила. Он такой маленький. Я его вам зачитала. Он такой маленький, но я его изучила. Если вы не верите мне, тогда откройте сами Святое Писание и сами посмотрите, какая хвала и какое прославление идет на небе. Прочитайте. Прочитайте шестую главу книги Исаии. Это еще там, в той части, где Старый Завет. И вы увидите, как ведут себя в тронном зале. Серафимы кричат так до тех пор, пока не начинают сотрясаться дверные проемы. И когда они это делают, слава Господне наполняет то место. Исаии я прочитала. Когда вы попадаете на небо, вы тоже будете прославлять и воздавать хвалу подобным образом. Мне так кажется. Вы будете радоваться, вы будете сиять от счастья. Прославлять Бога всем своим естеством. Но не ждите этого времени, чтобы начать. Почему бы не начать сейчас? Почему бы не начать сейчас? Прямо дома. Уже сегодня примите решение, как я приняла когда-то, что вместо того, чтобы прославлять Бога так, как вам это нравится, а начните делать это так, как это нравится Ему. Начните высвобождать хвалу радостно, радостно, свободно. И не ждите, пока вы попадете на небо, чтобы прославлять Бога всем своим естеством. Делайте это сейчас. Он заслуживает этого. Это по поводу того, как меня спрашивали про хвалу. Хвала Богу. Хвала Всевышнему. Хвала Всемогущему. И радость. Радость жизни. А мы сейчас с вами, что наблюдаем? Закат. Я решила встретить с вами закат сегодня. И у меня это хорошо выходит. Не забывайте, во врата Божьи и в дворы Его, конечно, каждый двор Его, но особенный Его двор, это, конечно же, это, конечно же, церковь с хвалою и со словословием. Вот еще один алгоритм. Ведь многие заходят и не знают, что нужно, и говорят, а чего он там восхваляет при входе Бога? Почему он при входе говорит «Слава тебе, Господи!» Хвала Богу! И заходит. Каждый по-разному, да? Один крестится, заходит, другой кланяется Богу, третий улыбается и говорит «Хвала Богу!» Я захожу в храм Божий. Оказывается, если вы опять-таки вернетесь к тому псалму, что я вам прочитала в 99-м, там написано то, что я вам прочитала. Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его. Поэтому еще один из алгоритмов. Когда вы идете в Дом Божий, обязательно славьте Его. Прям во врата входите, славьте. Просто по дороге идете, славьте. Это тоже я выяснила и узнала. Таким образом мы познаем, Господь есть Бог. Он сотворил нас, и мы Его. Мы Его, Его народ. Мы Его, Его народ, и овцы паствы Его. Вот это я провозглашаю. Замечательнейший Псалом 99-й. Ну, а я вас люблю. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Уже в некоторых окошечках, посмотрите, замечательно. Свет загорелся. Таким образом я с вами встретила и некоторые вышли гулять с собачкой. Кстати, мои соседи. Надо тоже выгулить свою красавицу, заодно пообщаться. Люблю вас. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok